Всем привет! Хочется поговорить об операции растяжения векторов, как о частном случае применения афинного преобразования. Хочется вспоминать о функциях из OpenCV, таких как getAffineTransform, getPerspectiveTransform. И самое главное, хочется избавиться от мерзкого, ужасного слова «вот», которое я вставляю вот тут и вот здесь и вот вообще везде. Вот, это главная задача. Ну так давайте поговорим об этом. Есть у нас пространство с координатами x, y, в котором живет вектор x, который ограничен некоторой прямоугольной областью, вот такой, и я ее закрашу. Давайте представим, что все вектора из этой области мы хотим растянуть вдоль такого вектора с коэффициентом k. Я даже напишу, что это за вектор, это нормированный вектор e1. Что в итоге мы получим? Ну, вполне понятно, что мы получим. Что у меня с экраном? Непонятно. Но что мы получим? Это понятно. Мы получим что-то такое. Ну, параллелограмму получим, и я его тоже закрашу. И возникает вопрос, что происходит с вектором x. Ну, довольно простые вещи. Но в любом случае я все это сейчас расскажу, все опишу. Значит, введем ортогональный первому вектору e2. И что произошло вот с этим вектором? Мы просто взяли его, умножили на e1 с коэффициентом k скалярно. И получили проекцию на этот вектор, который мы растянули. Теперь нужно вернуть векторность, то есть домножить на e1. И мы еще понимаем, что составляющую вектора, которая как бы направлена с e2, мы потеряли. Поэтому мы сделаем то же самое еще с e2. То есть вот так вот. Я все-таки сказал вот. Но это не страшно. Итак, мы можем эти вектора переставить налево везде. Это поможет нам увидеть то, с чем мы работаем. То есть увидеть оператор. Появится k e1. А тут еще появится e1 транспонированная. Это отсылка к скалярному произведению. Но мы продолжим писать эту штуку слева. То есть x мы за скобку выносим. Плюс e2, e2 транспонированная. x из-за скобки. Появился у нас тут оператор. Мы назовем его a. Хотя это не совсем афинное преобразование. Это частный случай афинного. Но не страшно. Афинное преобразование. Которое, кстати говоря, мы разложили уже по собственным векторам. e1 и e2. Это видно прям сразу. Никаких вопросов. Для убедительности можете домножить на e1 и e2. Все получится именно так, как должно получиться собственными векторами. Теперь, что еще? Мы понимаем, как выглядит это. А мы даже можем ее обращать. Коль скоро, кстати говоря, резкий переход к OpenCV. И в OpenCV у мат есть метод инверсии, что очень здорово. Поэтому я пискал вот. Ненавижу. Вот эта штука, это штука типа мат. И у нее есть инверсия. Мы можем ей пользоваться. И это, между прочим, матричное исчисление. А эта штука, это скорее из разряда векторных числений. Теперь вспомним, что за getAffinTransform. Такой метод из OpenCV, который, кстати говоря, не метод, а функция, которому нужно скормить выборку входных векторов и преобразованных векторов. Таким образом, наша функция догадывается, что за матрицу на выходе она должна вернуть. Матрикс. Которая и будет нам обеспечивать это афинное преобразование. А теперь вспомним getPerspectiveTransform. Вот я опять сказал вот. Ну что ж. Эта штука работает похожим образом, как первая функция, но при этом более интересная штука, потому что результат преобразования именно перспективного преобразования, или более правильно сказать, преобразования перспективы, он даёт не параллелограмма с прямоугольником. В общем случае даст он четырёхугольник какой-то. И я вот пытаюсь нарисовать общего вида четырёхугольник. Как видите, его грани противоположные не являются параллельными друг к другу, что и верно для такого вот преобразования перспективы, или скорее вы сможете найти в интернете это как проекционное преобразование. И видно, как устроено такое преобразование. Видно, что это скорее всего просто набор континуальный, набор афинных преобразований. То есть, каким образом? Ну, это выглядит всё равно, что если бы, например, мы афинным преобразованием воздействовали вот на эти вектора, мы получили бы эти вектора, и это было бы преобразование a1, а потом воздействовали вот на эти вектора, получили бы вот эти вектора, и это было бы преобразование a2. Ну, и они бы были вот визуально уже видно, но отлично друг от друга. a1 и a2 разные. Теперь. Ещё хочется отметить, что преобразование перспективы не является линейным. Скорее всего, если я его рассматриваю как набор афинных преобразований, то это, видимо, какое-то параметрическое преобразование, то есть, афинное преобразование, которое зависит от координаты. Соответственно, воздействуя на х, такая штука не может быть линейной, ну, в общем случае, или даже в любом частном случае не может быть линейной. Ну, скорее, правильно сказать, в общем случае. И что-то нужно ещё добавить к этому, но я увлечён тем, чтобы не сказать слово паразит вот. Я пытаюсь его не говорить сегодня. Только что к этому хотел я добавить. Добавить хотел следующее. Про афинное преобразование я читал в интернете, и у него я нашёл отличительную особенность, то что при воздействии афинным преобразованием на любую прямую мы всегда будем получать прямую линию на выходе. Но наблюдая вот этот вот четырёхугольник, возникает вопрос, это справедливо только для афинного преобразования, или же более общее преобразование, которое является вот этим вот проекционным преобразованием, или perspective transformation, для него это разве не справедливо, вот это утверждение? Вот тут я немного теряюсь, и я хочу почитать об этом дальше. Спасибо.